здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы с вами продолжаем диалог о solidity и серию это урок 53 и в рамках этого урока я хотел бы поговорить о таком паттерне как файл паттерн ну вообще его еще называют dynamic dispatch с его помощью можно сократить объем кода то есть принципе да соблюдать принцип don't repeat yourself достаточно простой любопытный паттерн прислал мне его один из студентов гайдау там ссылку на эту статью то есть это не сказать что прям какое-то великое открытие потому что во многих языках это есть а потом поясню в чем дело но тем не менее применительно к солидите тут есть некоторые нюансы прежде чем начать напоминаю что можно поддержать канал материально вся информация дорогие друзья а в описании кроме того вступайте к нам в гайдау все еще действует скидка по промо коду круг так что уэлком давайте рассмотрим простой пример где есть довольно много дублирующегося кода то есть вот у нас есть несколько переменных состояния и каждый раз когда они обновляются я хочу породить соответствующие события а это что значит на это видимо значит что нам потребуется писать сеттеры которые обновляют это значение и порождают события казалось бы все просто но мы видим что здесь явно идет дублирование и ладно потому что еще 45 таких функций но если таких функций становится штук 20 это уже как-то не очень все удобно то есть у нас получается разрастается наш байт код и за диплой мы платим на большую сумму и вообще как-то все это выглядит не очень здорово это как раз то место где мы можем использовать этот паттерн который некоторые называют файл я бы сказал что это дальше это вроде dynamic dispatch то есть динамический вызов запрошенного метода давайте пока отойдем от solidity поговорим в общем как это работает но если вам это не очень интересно вы просто хотите узнать как этот паттерн реализуется можете к следующему таймкоду перескочить так вот давайте наверное посмотрим вот этот пример на языке руби он очень простой даже если руби не знаете то поймете что здесь происходит у нас тоже есть три атрибута ну назовем их хотя бы abc которые изначально имеют вот такое вот значение 0 и я хотел бы сделать так чтобы мы динамически обновляли одно из указанных значений в зависимости от того что юзер ведет с клавиатуры то есть юзер с клавиатуры говорит там хочу обновить вот это вот переменную присвоите и значение вот такое вот его или хочу значение b или значение c обновить короче мы наперед не знаем как это все делать я хочу метод соответствующий вызвать динамически и это можно сделать и в руби во многих других языках которые поддерживают да там мета программирование динамические всякие истории это допустим потому что руби интерпретируемый язык но в solidity мы увидим что там ситуация похожая но коль скоро он компилируем и там будут некоторые естественно отличия так вот я хочу просто затем вызвать некий метод диспетч который мы сейчас напишем и сказать что давай вызывай метод с вот таким именем и такое-то значение мы передавай на потом посмотрим просто значение abc и в общем все как это все сделать на самом деле очень просто создаем метод он принимает цель то есть что мы хотим вызвать и какое значение мы хотим туда передать и для этого в руби используется такая штука как сэнд это динамический вызов метода но в других языках может быть немножко иначе и мы просто говорим что динамически вызываю метод и значение честно говоря все такая вот история то есть с помощью сэнд можно вызвать любой метод с любым именем вот это работает да ровно потому что руби динамический язык ну и дальше что дальше мы можем просто сказать что запускаем этот скрипт говорю что хочу присвоить а значение 42 и мы видим что а действительно становится значение 42 и то же самое можем сделать любой другой переменной то есть вот принцип того как делается динамик диспетч что ничего такого особо нету ну конечно надо понимать что позволять пользователю вызывать вообще любой произвольный метод это не очень хорошо поэтому для этого делают всякие там white лист или black лист того что можно или нельзя вызывать чтобы все обезопасить но вот если по простому говорить то вот следующим образом это работает и нечто подобное я хотел бы реза реализовать здесь в солидите то есть я хотел бы сделать так чтобы у нас появилась только одна функция которая заменит все четыре и она будет называться диспетч тоже например и она будет принимать все тоже таргет и велью но какие типы должны быть у таргета и велью вот в чем вопрос ну то есть с таргет тут наверное понятно это будет либо строка либо это может быть боец 32 которая указывает на переменную которую мы хотим обновить а вот велью тут не очень понятно почему потому что значение это могут быть разные а коли скоро это компилируемый язык я не могу сказать что в или там любой может быть поэтому здесь придется пока написать байт сколдейта потом его как-то правильным образом конвертировать в нужный тип теперь что будет внутри этого метода дай нами где спать мы скажем что вот если цель например равна секрет то тогда мы установим значение секрет в велью но естественно просто велью мы не можем сказать что секрет это байт с 32 правда ведь но у нас ведь есть обе декод у нас есть обе инку то есть еще и декод если вы не знаете он принимает два элемента на первый элемент это то что нужно декодировать последовательность байтов второй элемент это кортеж который все содержат один или несколько типов данных так как я знаю что секрет у меня байт с 32 я говорю байт с 32 но если я знаю что здесь в байтах есть не только байт с 32 что-то еще тут можно через запятую несколько типов на самом деле прописывать не он будет отдел декодировать то есть мы подразумеваем что если человек хочет обновить секрет он понимает что здесь в байтах должно быть зашито именно байт с 32 а не что-то иное а дальше как вы понимаете ситуация повторяется и мы просто тоже самое делаем для всех других случаев вот так вот то есть если это адрес то мы вытаскиваем адрес если это а то мы вытаскиваем юн-256 и для б тоже вытаскиваем юн-256 вот у нас наш с вами по факту dynamic dispatch то есть мы смотрим что если мы знаем такую переменную о чем говорит нам юзер то мы ее обновляем просто и выходит что у нас вот эти четыре все функции они на самом деле просто уже не очень-то и нужны вот но здесь надо естественно предусмотреть случай когда есть когда вызов производится с неизвестной целью которую мы не поддерживаем и давайте мы добавим здесь на ошибку которая зациновый или target в принципе вот эти события нам тоже уже не очень нужны и тут мы тогда сделаем реверт с кастомная ошибка инвалид таргет здесь мы скажем таргет а дальше нам видимо нужно какое-то событие только такое более общего характера которая будет называться диспетчет тогда мы скажем что имеет диспетч ты передадим сюда таргет и передадим сюда в илью то есть мы опять же сообщаем что такое-то значение было отредактировано вот смотрите то есть вместо того чтобы воротить от весь огород у нас получилось меньше 10 строк кода которые реализуют поставленную задачу теперь давайте посмотрим как это можно протестировать я еще пару важных моментов здесь скажу я уже теста на самом деле подготовил они довольно простые ну перво на перво нам надо все скомпилировать с помощью npx hardhead компайл и сейчас мы рассмотрим что эти тесты делают ну здесь как обычно я вытаскиваю всю нужную информацию и затем что я делаю мне нужно здесь на самом деле главная трудность это правильно подготовить вот эти вот значения потому что таргет это не строка это именно байт с 32 и здесь тоже именно байт и поэтому нужно просто знать как высор с это все подготавливать смотрите например если я хочу обновить значение переменной а я здесь ее задаю это раз но два мне нужно это превратить в последовательность байтов чтобы это туда передать и для этого можно использовать как раз оби кодер который в ether встроен мы берем дефолт оби кодер говорим in cold и ему нужно обязательно передать массив тех типов данных которые мы кодируем у нас только один тип данных потом другой массив значений которые мы кодируем да а чтобы закодировать нашу цель то есть таргет в байт с 32 мы можем использовать форму байт с 32 стринг здесь в общем все понятно после чем все дело передаем ожидаем завершения как обычно и проверяем что значение действительно равно этому и проверяем что было порождено событие вот с такими аргументами но и честно говоря то же самое делается во всех других местах для б точно такая же история для нового адреса тут все то же самое только единственно когда мы делаем инку то пишем здесь адрес ну и понятно здесь тоже меняется цель ясное дело не то же самое для секрет но для секрет здесь принципе нам не нужен никакой оби кодер нам достаточно этот самый секрет подготовить следующим образом то есть дал солидитики так 256 здесь он тоже кстати принимает аргументы это типы данных и строка например тест затем опять же цель также делается а потом этот аргет секрет можем сразу сюда пробросить то есть там оби кодер никакой вызывать особо не нужно после чего делаем вот эту проверку и последнее я проверяю что если вызываемая цель неизвестно то у нас порождается кастомная ошибка инвалид таргет с вот этим аргументом но тут в общем все понятно все вот как это можно протестировать давайте теперь запустим эти тесты посмотрим как это будет у нас работать ну и мы видим что все работает классно но здесь еще один какой нюанс я хотел вам сказать ну можно и немножечко иначе подойти к этому вопросу то есть чтобы была не вообще просто одна общая целевая функция а чтобы вы ли все-таки был разный и для этого можно использовать перегрузку функции то есть сделать несколько функций с одинаковым именем но разными типами данных которые получают примеру мы можем сделать отдельный случай когда это адрес к примеру да вот так чтобы просто не нужно было делать это декодирование каждый раз а мы просто проверим что например если цель это адрес ну тогда мы значит просто сразу меняем адрес и ставим его в какое-то вот такое значение и никакой декод уже делать не нужно и потом мы здесь можем делать любые другие дополнительные проверки лсифы если у нас вот этих адресов стоит много да но у нас он один поэтому во всех других случаях мы просто делаем вот такой откат ну а затем что затем мы делаем опять же диспетч но только в этом случае нам придется делать объем код для велью потому что здесь все-таки это байты да это адрес поэтому нужно дело кодировать но и то же самое вы можете самостоятельно сделать эту функцию для юинтов для байт с 32 то есть для разных входных значений это допустимо то есть это тоже все должно работать корректно потому что да сигнатуры разные этих функций значит получается селектор разное то есть это допустимо вот поэтому можно немножко другой подход использовать но тут немножечко проблема возникают с тестами почему потому что ну давайте мы это перекомпилируем и пока мы поработаем с адресами значит я тут вот закомментирую вот эту вот часть давайте сконцентрируемся только на адресах то есть вот это вот это вот это все закомментируем но тут когда я все скомпилировал он начинает мне говорить что я вообще не знаю что такое диспетч странно дам потому что диспетч есть и даже в двух экземплярах как раз проблема в том что в двух экземплярах на самом деле потому что на данный момент и серс не очень здорово работает с перегруженными функциями но там по моему следующих версиях они обещают починить насколько мне известно то есть там шестой версии в частности должен этот fix прийти поэтому возможно если вы смотрите это видео позднее то там уже все это работает но если не работает давайте я поясню как это все починить то есть я хочу вызвать вот конкретно и эту функцию с моим адресом проверить что значение было поставлено значит здесь new адрес будет ну какой-то адрес который хотим поставить потом в байты я все еще буду это конвертировать но для того чтобы проверить что это в событии правильно появляется теперь что касается target адрес здесь все тоже самое потому что все еще адрес но вот теперь как вызывать эту функцию чтобы правильно вызвать нам нужно объяснить что там за селектор поэтому мы должны поставить квадратные скобки и сказать что ты мне вызывай функцию dispatch и вот сейчас видите он мне предлагает один из двух вариантов вот этот вариант меня интересует вот этот вот никаких пробелов здесь быть не должно вот теперь объясняю о чем идет речь и тогда он понимает а так вот что ты имеешь ввиду дальше здесь мы передаем не байты а просто адрес ожидаем всей этой истории после чего ну соответственно проверяем что адрес был установлен и что было порождено соответствующее событие вот здесь бойцы мы уже должны написать следующим образом давайте проверим что перегруженная версия наша тоже работает и она работает с чем я вас и поздравляю то есть вот два варианта того как это можно написать можно просто общую функцию можно разбить на несколько разных вариантов чтобы просто был немного код почище чтобы не приходилось вот эти декода делать и кучу-кучу проверок там осуществляет сразу в одном месте наверное это на сегодня все я благодарю всех за внимание желаю вам успешной разработки и увидимся в следующих лекциях в следующих лекциях Продолжение следует...